Господь сотворил в сей мир, дав в этот мир жизнь. Господь нас не оставил в неведении и показывает свое присутствие, свое начало и участие во всем том, что мы называем жизнью. Вот это для нас есть основание нашей веры. Каждый раз, когда люди поселялись на новое место, с чего начиналась жизнь людей? С того, что освещали место, где они хотели жить, окроплялось святой водой. И все это показывало присутствие благодати Святаго Духа. Когда строили жилище, и оно было готово, что делали? Опять освещали жилище. Совершались особые молитвы, просьба Бога, чтобы Он благословил свое место, сей дом. Предметы, которые когда-либо появлялись у ремесленников, промысловиков, тоже все освещалось и окроплялось святой водой. Когда люди начинали заниматься делами земледелия, теми же ремеслами, промыслами, творчеством, всякое дело обязательно освещалось, всякий предмет обязательно освещался святой водой. И обязательно перед этим было обращение к Богу и призывание Духа Святаго, чтобы Дух Святой освятил сию. Наше жилище, наш дом, наши дела и наше начало, которое мы желаем в этом мире иметь. То бишь, брак, детей. Перед тем, как зачатить детей, родители обычно просили у Бога, дай нам, Господи, дитя разумное. Не просто все было так. И, естественно, когда вынашивали детей, то всегда ходили в храм. И мы помним с вами, как мать Сергия Радонежского, Мария, пришла в храм, и ребенок трижды во время богослужения воскликнул ее в утробе. Поэтому сегодня мы входим в эти традиции. Мы не нарушаем эти традиции. И церковь, как некий пророк, который напоминал всегда о Боге, так и церковь напоминает о Боге живом, о Слове Божьем и о Духе Святом. Поэтому сегодня мы с вами вступаем в Новый год. И Новый год начинается с Рождества Христова. Потом идет само празднование Нового года. Дальше обрезание, как я уже говорил в первой проповеди. И, конечно, то, что мы сегодня уже вступаем во взрослое состояние Христа и Иоанна Крестителя, когда им исполняется 30 лет, они выходят на проповедь. Каждый делает свое дело на земле, которое благословлено Богом Отцом. Вот это очень важный момент. Поэтому сегодня я, с одной стороны, радуюсь вместе с вами, что мы присутствуем сегодня при этом событии. А с другой стороны, печаль, что наш народ мертвый. Он находится вне церкви. Люди сидят дома сегодня, как обычно, смотрят телевизор, как обычно, разговаривают по телефону, как обычно, едят и пьют, хотя сегодня день строгого поста. Поэтому все идет как обычно. И, с одной стороны, радость, с другой стороны, не просто печаль, а страшная трагедия нашего некогда святого народа, некогда святой Руси. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас по мере сил своих перед родными, перед близкими, друзьями, знакомыми. Говорите то, что вы знаете. Говорите то, что вы прошли уже сами. Потому что каждый из нас, в большинстве своем, пришли в Дом Божий не просто так, не из любопытства. Большинство людей, которые сегодня находятся в храмах наших, это люди, которые пришли в полное состояние уже, может быть, даже большой опасности, большой экстремальной ситуации. Люди, как правило, приходят в храм тогда, когда уже им никто больше помочь не может. Иногда же даже те, кто нам может помочь, я имею в виду врачей, адвокатов, может быть, даже наших родителей, говорят, иди, сходи в храм к Богу, сходи к Божьей Матери, сходи к святым, к ангелам и попроси у них помощи. То есть мы приходим к Богу в самый последний момент. Поэтому сегодня нам нужно все силы приложить к тому, чтобы всех наших близких, особенно родных, особенно детей, привезти в Церковь Божию. Это наша просто прямая обязанность. Поэтому я вместе с вами радуюсь сегодня и скорблю о том, что мы с вами уже знаем эту тайну великую. Мы уже знаем Слово Божие, знаем слова Сына Божьего Христа, который основал Церковь и принес нам новую благую весть. И мы в то же время с вами скорбим, мы знаем, а другие этого не знают. Значит, надо по Слову Христа идти в мир и просветить его, напомнить им о том, что мы знаем, об истине и правде. Спасибо вас, Господь! Желаю радоваться!